Здравствуйте! Добро пожаловать в новое видео на наш канал Питайкины. В целом сегодня говорим об образовании для наших детей. Что нам, как христианам, выбрать? Общеобразовательную школу или христианскую школу? Или, может быть, вообще уйти на семейное образование? Рассмотрим плюсы и минусы каждой формы обучения и поговорим с родителями. Ну и в завершение, если вы хотите знать, в какую школу ходят наши дети, обязательно досмотрите это видео до конца, потому что вы вообще не в курсе, что происходит. А мы вам расскажем и, более того, расскажем, почему именно в эти школы наши дети ходят. Так или иначе, да. Вообще, если так представить, ну, какое оно может быть, то плюс-минус там христианская школа или общая образовательная школа так или иначе понятно. Но вот что такое семейное образование, ну или как некоторые неправильно, но тем не менее называют это домашним образованием, мы постараемся разобраться. Мы даже подготовили целую таблицу, помимо общения с различными экспертами, мы подготовили сводную таблицу плюсов-минусов, как вот это часто говорят, что типа, ой, если на семейном образовании, то а как же мой ребенок будет там социализироваться, ну и всякое такое. Мы сегодня в нашем видео постараемся это прям вот наглядно вам продемонстрировать и вместе с вами в этом разобраться и окончательно уже для себя определиться. Определиться. Начнем мы с той самой сводной таблицы. И есть вот на вашем экране, какие мы квадратики определили. Мы выбрали, во-первых, обычная школа, христианская школа, семейное образование и критерии оценки. Программа обучения, уровень социализации, вовлеченность родителей, стоимость образования, мобильность, ну в том плане, насколько ребенка можно там отпросить, не отпросить, и уровень духовной морали. Поехали по первому критерию программы обучения. Обычная школа, это традиционная учеба, школьник посещает все уроки в каком-то определенном здании, и иногда, если происходят какие-то, как это, катаклизмы ковидные, то могут это дистанционно принести. Христианская школа. Плюс я добавила бы в обычную школу еще систему оценок, что там существует и принята система оценивания вашего ребенка и рамки, по которым эти оценки происходят. Да. В христианской школе. В христианской школе школьная программа, которая зачастую учитывает индивидуальные особенности каждого ребенка. Это возможно благодаря малому количеству человек в классе, и также дети изучают религию в ведении. А в семейном образовании учебный план разрабатывают родители или репетиторы. Есть возможность изучать то, что интересно ребенку. Ну, стоит отметить, что есть и разработанные программы уже, по которым можно двигаться. Причем изучая их, меня не ввели просто в необычайный восторг. Ты думаешь обычно, что ты не справишься с семейным образованием, потому что ты не знаешь всю эту школьную программу, как ты будешь учить ребенка. А там настолько все это интересно, еще мы поговорим, узнаем дальше с мамой, которая на таком семейном образовании ведет своих деток. Да, с Кристиной поговорим сегодня, ага. И настолько ребенок получает обширные знания о целом мире, а не узкую школьную программу. Меня, конечно, это восхитило. Мне захотелось сказать, Кристина, учи меня в необычайном школе. Да, да. Ага. Теперь, что касается уровня социализации. Ну, общепринято. И, в принципе, я думаю, что правомерно будет сказать, что уровень социализации в обычной христианской школе – это максимальный. Так или иначе, они прямо в коллективе. В семейном образовании он минимальный в том плане, что, ну, опять же, с Кристиной поговорим, и там другое мнение. Но в целом при семейном образовании они, конечно, тоже социализируются в плане там кружки, развивашки, гости. Да, но если мы рассматриваем чисто три школы, не беря в пример дополнительные кружки, то у нас вот такое сравнение. Следующий критерий – это вовлеченность родителей. И также по всем трем. Если в обычной школе он минимальный, ну, то есть вы снарядили, отправили и как бы не вовлечены в процесс обучения. В христианской школе то же самое. То в семейном образовании нужно иметь в виду, что вовлеченность родителей максимальная. Ну, то есть там практически нет. Мы говорим, конечно, о репетиторах, но так или иначе все равно родители полностью вовлечены в образование своих детей. Стоимость образования. В обычной школе затраты на питание, констовары и форму. Но зачастую, если у вас доход минимальный, государство покрывает часть этих расходов. В христианской школе полностью платное обучение плюс питание, констовары. Чаще всего формы нет. На форме можно сэкономить. А в семейном образовании, ну, это репетиторы или онлайн-школа, или курсы, гаджеты, констовары и учебники. Дальше. Мобильность. Ну, это насколько вы можете передвигаться всей семьей во время учебного года. В общеобразовательной школе отсутствует мобильность. Ну, то есть только в каникулы ребенка можно куда-то там поехать или что-то там сделать. В христианских школах, в принципе, в некоторых, ну, проще отпроситься, там, как-то увезти ребенка. И он доделает задание там онлайн. Ну, и про семейное образование можно сказать, что это практически полная мобильность. Куда бы вы ни приехали, где бы вы ни были, режим с вами остается. График с вами остается, материалы у вас тоже есть, все, гаджеты с собой взяли, и все хорошо. А теперь угадайте по этому пункту, какое обучение рассматривают Петалькины. И уровень духовной морали. В обычной школе средний, зависит от учителя и класса. Но я бы даже сказала, что здесь чуть преувеличены результаты. Я бы назвала это иначе. В христианской школе более высокий уровень, плюс там проходят общие молитвы. И в основном 99% учителей, они верующие. И это влияет тоже на то, как человек относится и вообще, в принципе, к своей работе. В семейном образовании это полностью зависит от семьи. Насколько вы духовны, насколько вы вовлечены в такие личные отношения с Богом, настолько это будет передаваться и вашему ребенку. Да, настолько у вас духовные учители в вашей школе. Нет, настолько духовные учителя в школе ваших детей. Да. Ну и возвращаясь вот к обычной школе и уровню духовной морали, конечно, и я, и Юля учились в общеобразовательной школе. И даже вспоминая те годы далекие-далекие, можно сказать, что уровень морали там, конечно, ну просто, по крайней мере, у меня был средний по городу, потому что я учился в лицее, там как бы были дети из таких нормальных семей, типа. Но даже там, что творилось на переменах, в туалетах, где-то между школой, ну это же просто жесть вообще, что-то творилось. И вот лично я своего ребенка в такую школу давать вообще не хотел бы, ни при каких обстоятельствах. Вот, ну давай поговорим с экспертами. В первую очередь я хотел бы, чтобы мы сейчас созвонились с директором христианской школы. Как, если не у директора, спрашивать о преимуществах такого вида образования? Привет, Антон, привет, Юлечка. Здравствуйте. Я как эксперт, можно сказать, чуть-чуть, я наблюдаю за детьми. И что касается семейного образования, вот его качество, его, знаете, результаты, мы узнаем, наверное, лет так через 7-10 на самом-то деле. Потому что именно какими дети наши войдут в жизнь, какими они будут людьми, какими они будут специалистами, студентами, папами, мамами, мы узнаем через какое-то время. Я не сторонник делать эксперименты на детях, понимаете? Когда-то я привела своих детей в христианскую школу, вот я тоже долго упиралась, потому что отчасти это тогда тоже был эксперимент. Маленькая школа, мало друзей, может быть, были всякие страшилки. Но знаете как, по поводу семейного образования у меня есть пример пандемии. Вспомните себя во время пандемии. Кто-то потолстел, кто-то разленился. Один папа, который у нас забирал ребенка на семейное образование, хотел попробовать, он говорит, мне надоела пижамная жизнь, понимаете, когда мы живем в пижамах. Все-таки для ребенка, особенно в младшей школе, это научить учиться, научить дружить, научить взаимодействовать и находить общий язык с разными детьми. Мы очень все разные. Научиться общаться со взрослыми, научиться договариваться, потому что я сторонник того, чтобы взрослые договаривались с детьми, а дети со взрослыми. Вот это тот момент, когда это можно научиться безболезненно в школе, особенно когда дети и педагоги открыты к этому. И плюс качество образования, вы знаете, по моим наблюдениям, наверное, только 5% детей, они очень хорошо учатся вот так дистанционно с мамой и папой. Есть категория таких детей. Главное их увидеть. Им спокойнее. Они любят учиться. Знаете, это такое хобби для ребенка. Что ты любишь? Я люблю учиться. Это такой особенный пытливый ум. Это особенная усидчивость. Вы знаете, мы живем все-таки по каким-то правилам. И правило в семье, особенно в христианской семье, оно совсем другое, чем правило на улице, в обществе, в школе другой. И вот научиться ребенку придерживаться тем правилам, которые есть, но не оставаться самим собой и в любом случае уметь сказать, а я не буду, или я думаю по-другому, это очень сложно, особенно маленькому ребенку. Они все очень хорошие. Знаете, я говорю, что ребенок, куда бы он ни попал, он будет приспосабливаться. И у него это получается лучше, чем у нас, у взрослых. И пусть это приспособление, знаете, где-то в чужом обществе не будет таким резким. Все-таки в христианской школе у нас, знаете, мы не оппозиционируем себя религиозной школой. Мы живем на десяти заповедях. Это наша традиция. Это то, о чем мы говорим детям. Когда ребенок, почемучка, спрашивает, а почему так нельзя? Почему нельзя брать вещи с чужой парты? Почему нельзя обозвать ребенка с какой-то особенностью? Почему вот мама и папа, они как-то по-другому семья состоит? Мы рассказываем о вот этих ценностях семейных. Это наши традиции. И мы так построена и общественная наша жизнь, внеклассная жизнь. Мы не наседаем и не навязываем ничего. Мы просто, знаете как, мы питаем ребенка. Знаете, воспитание. Я так люблю вот это слово, питание. Мы питаем ребенка своими правилами, своей жизнью. Конечно, это согласовано с родителями. И мы в помощь. Мы в помощь родителям. Ни в коем разе это не вразрез. Потому что главная наша традиция – это семья. Спасибо большое. Двигаемся дальше. У нас есть еще семья, или точнее мамы из семьи, в которой дети учатся в общеобразовательной школе. Юля, привет. Юлечка, у тебя есть опыт и сравнение, когда у тебя сын учился в христианском садике и перешел в общеобразовательную школу обычную. И сын младший, который сейчас в нехристианском садике. Скажи, пожалуйста, на твой взгляд, видишь ли ты какие-нибудь плюсы и минусы? Юля, Антон, привет. Наш путь в образование начался с того, что когда Кириллу нужно было идти в школу, то в нашем окружении все говорили про семейное образование. Это был такой очень классный путь. Мы для себя выбрали не этот путь. Сегодня мы пошли в обычную школу, потому что на тот момент, я думаю, что у меня просто не было ресурса на образование дома. И мы пошли на подготовку платную к школе. Полгода или год готовились. Ребенок уже умел умножение. И когда мы пришли в первый класс, то вся математика, например, была там 2 плюс 2, 5 плюс 5, вот такая. Ну, ладно, ничего. Школа была достаточно хорошая на районе, но учитель, ну, учитель, короче, не очень попался. Вот именно какие-то педагогические к детям отношения, оно было не такое, как я себе представляла. Вот, поэтому мы достаточно легко ушли из этой школы и во второй класс переехали и пошли в другую. Когда я пришла записываться во второй класс, помолились сначала о том, чтобы Бог дал самого лучшего учителя. И мое было удивление, что когда я пришла знакомиться с учителем, она говорит, меня родители сместили, я больше не буду вашим учителем классным. Вот, и Бог дал действительно того преподавателя, который вот умеет поставить процесс учебный, снял с родителей всю нагрузку по образованию, к детям очень, и авторитетно достаточно строго, и при этом очень, ну, как-то по-человечески спросит, почему не сделать домашку, может быть, нужна помощь. В общем, участвливая, вот, как нужно. В общем, в этом плане у нас опыт есть и такой, и другой, то есть и негативный, и все зависит больше не от школы, а именно от учителя. А как окружение, люди, дети, они же из разных семей, разного социального статуса, морального статуса? По окружению, по влиянию, я могу сказать, наверное, больше по детскому саду, потому что мы ходили, у нас старший ходил в христианский садик, а младший сейчас ходит в обычный. И, конечно, тема, например, там, плохих слов или какого-то странного поведения у нас со старшим вообще не было. Вот. Там был прекрасный преподаватель Альфия, которая какие-то спорные, конфликтные вопросы между детьми, они вот решали, объясняли на примере Библии. Как Библия смотрит, Бог, вот, ну, очень, очень, вот то, что мне нравится, как выносили. Здесь, в садике, в целом, это больше место пребывания ребенка. В общем, конечно, нормально имеет место быть, обычный садик, но всякие слова плохие и вот что-то такое специфичное, да, бывает. Вот. И мы дома разбираем, объясняем. Ну, вот так. Юлия, давай прям абстрагируемся от всего, там, территориальных, вот, что не всегда близко, там, христианская школа, финансовых стоимостей, каких-то еще моментов. Вот если бы ничего этого не существовало, какую бы ты выбрала школу для своего ребенка? Семейная, светская или христианская школа? А если абстрагироваться от обстоятельств, то, конечно, я бы выбрала, совместила и христианская, и еще добавила международное образование. Мне кажется, это очень хорошая была бы платформа и основа для того, чтобы дать ребенку выбор в будущем. То есть заложить это основание, и потом ребенок может по всему миру, в общем, легко перестраиваться. Вот. Ну, я думаю, да. И британскую, наверное, систему образования. Все, супер, спасибо большое. Поехали дальше. И у нас есть еще одна мама из еще одной семьи. О Кристине мы уже говорили в начале нашего видео. Они как раз семья тех, кто на семейном образовании. И от кого мы под таким сильным впечатлением, когда общались на эту тему. Кристина, привет. Кристина, сколько вы уже на семейном образовании, и какие у этого есть преимущества? Антон, Юля, привет. Мы уже на семейном образовании больше шести лет. Сколько у вас детей? Двое детей. Старшей девочке десять и мальчику семь лет. И семилетней уже сейчас тоже на семейном? Конечно. На семейном, наверное, с четырех лет. А пробовали вы общие образовательные школы или христианские? Нет, никогда. Мы никогда не были в детском саду, никогда не ходили дети в школу. То есть, они дома были всегда. У вас есть какая-то заранее проработанная система или вы сами изобретали велосипед и делали все, ну, как вам удобно? К счастью, ничего нам не пришлось изобретать. Мы взяли уже готовую программу. Она называется «Классические беседы». И она разработана в США больше 25 лет назад. И несколько лет назад ее перевели и адаптировали для России, для русскоговорящих людей. И мы стали использовать ее. И вот мы на протяжении всего этого времени занимаемся по этой программе. Но, конечно же, кроме нее мы добавляем и английский, и математику, и какие-то, ну, то есть, такой чап обыкновенный. То есть, чтение, письмо и счет. И английский. Что говорят общеобразовательные школы? Ну, то есть, вы же все равно сдаете как-то экзамены, какие-то сертификаты, ну, то есть, как бы заканчиваете года, да, для аттестата? Да. Мы сдаем онлайн-аттестации на платформе, называется ЦПСО, но вообще таких платформ много, и также можно просто в любой общеобразовательной школе договориться, чтобы сдать аттестацию, но нам это не подходит. Мы просто удаленно раз в год сдаем аттестации, то есть, называется семейная форма обучения, то есть, без всяких камер, без всякого наблюдения. То есть, в основном, то есть, вот первые два года я насдавала вообще в декабре аттестацию, то есть, за второй класс, допустим, она сдала в декабре, то есть, она еще второй класс как бы не закончила, но сдавала. Третий класс мы сдавали в конце года, просто нам было так удобно. Слушай, ну, часто говорят, что в семейном образовании очень низкая социализация ребенка. Как это у вас? Да, вот, отличный вопрос. Социализация – это любимый вопрос семейников. Вот, на самом деле, то есть, тут нужно разобраться над тем, что ты имеешь в виду под словом социализация. потому что социализация – это что? То есть, это способность там общаться среди сверстников, ну, как бы они могут общаться со сверстниками, у них друзья есть, там, в церкви, просто где-то там на занятиях, на учебе, ну, то есть, полно и полно людей, с которыми не общаются. Они, ну, как бы, они социализированы очень хорошо в том плане, что они не боятся взрослых, то есть, они спокойно могут общаться со взрослыми, разговаривать, если они приходят в какое-то новое место, они не замирают вот так, ну, то есть, и не сидят там где-то, знаешь, молча, они спокойно, легко общаются с любыми, ну, как бы, с любыми людьми, они, ну, то есть, они могут пойти, там, со мной, там, не знаю, сходить в парикмахерскую, сходить с папой, там, заплатить за квартиру, ну, то есть, какие-то такие вещи, то есть, я помню, ну, я не была на семейном образовании, я помню, что, когда я после школы вдруг оказалась там, что я не знаю там, где почта находится и как там за квартиру платить, ну, то есть, как бы, мне это потом уже было странно, вот, ну, потому что я, как бы, ну, никогда не сталкивалась с этим, папа без меня ходил, я в школе училась. Я думаю, что тут больше вопрос, знаешь, какой, что рано или поздно твоему ребенку все равно придется соприкасаться с миром, ну, то есть, на работе где-то, на учебе в институте или еще где-то, когда он столкнется со своими сверстниками, которые вообще другой веры, других убеждений, ценности у них другие, и не будет ли проблем потом взаимодействовать с этими людьми? Смотри, то есть, у нас есть, ну, как бы, основания, ну, как бы, на основании чего мы можем спокойно продолжать, да, то есть, смотри, дети на семейном образовании, они же не спрятаны от мира, ну, то есть, они и так же сталкиваются с другими людьми, с неверующими, там, с детьми, там, где-то во дворе, или, там, с неверующими какими-то родственниками, или что-то еще, но мы не отправляем их на баррикады, когда им, там, семь лет, потому что для того, чтобы они могли четко сформировать свою внутреннюю позицию и мочь защищать ее, то есть, ну, как бы иметь вот этот внутренний стержень и понимать, как его отстаивать, для этого им просто нужно немного подрасти, и вот когда они немного подрастут, то есть, это начинает там с 12 лет, когда человек перестает вот просто принимать любую информацию без какого-либо критического мышления, то есть, когда человек способен уже начинает анализировать, начинает логические мысли, диалектические, когда он может с помощью риторики, которой он также обучается, да, ну, вот, в классическом образовании, он с помощью этой риторики сможет доказать свою точку зрения аргументированно, вежливо, аккуратно, то есть, при этом, да, не испугаться там лапки кверху, и при этом, то есть, не хамить, то есть, это непосредственно то, чему мы их учим сейчас, да, и будем учить дальше, когда они еще чуть-чуть вырастут, в таком случае, такой человек, окажись он там в любой вообще следе, какая разница, да, как Джастас говорил, он испытает культурный шок, да, это хорошо, но как бы пускай испытает культурный шок, но зато он сможет отстоять свою позицию, он, она будет у него сформирована, и он сможет ее донести до других людей, ну, как бы с уважением, и зная, да, то есть, вот, ну, как бы всю вот эту культуру, то есть, мы не отграждаем их от мира, мы, конечно, следим за тем, что они смотрят, что они слушают, там, ну, как бы чаще всего с кем они общаются, то есть, потому что образование, оно неотделимо от воспитания, то есть, если у меня ребенок будет, там, смотреть или читать все, что ему вздумается, да, то как я смогу его тогда воспитывать, то есть, я как мама, или там, мой муж, да, как папа, он, ну, как бы, мы исполняем данную нам Богом обязанность защищать детей до определенного момента и следить за тем, что попадает в их глаза, в их уши, да, чтобы туда не попадали всякие непотребства, когда, ну, то есть до тех пор, пока ребенок не способен еще критически вот это вот воспринимать, вот, то есть, сейчас уже каждый раз, когда мы в каких-нибудь книгах встречаем, там, про миллионы лет, про эволюцию или что-нибудь такое, дети уже у меня такие, ну, ну, вот, ну, то есть, они уже как бы могут воспринимать эту информацию, ну, критически и относиться к этому, ну, так, ну, с юмором, условно говоря, вот, то есть просто нужно время, чтобы, да, они были уверены вот в обществе, там, среди других людей, и я вообще не переживаю, что они там как-то будут не социализированы, напротив. Слушай, ну, классно, все свою систему будут хвалить, и все такое, мы все понимаем, но давай попробуем от обратного пойти. Скажи, пожалуйста, какие недостатки у семейного образования? У семейного образования, конечно же, есть сложности, то есть, это минусы, это так, это сложности, потому что самое сложное, это, во-первых, дисциплинировать себя, маму, или там папу, кто занимается этим, потому что нету никакого над тобой там начальника, или там какого-то управителя, поэтому тебе нужно самому проснуться, самому составить расписание занятий, самому там вовремя начать, вовремя закончить, следить за временем, ну, то есть и не сливать, потому что сливать очень просто. Вот, поэтому для того, чтобы продолжать быть на семейном образовании, нужно четко понимать, зачем тебе это надо, потому что иначе, ну, слиться очень просто. И испортить тогда детям Вообще вот всю ситуацию Они потом могут оказаться Без вообще Без каких-то знаний И потом им будет сложнее вообще Строиться куда-то там еще Огромное большое-пребольшое спасибо Будем заканчивать на этом наше видео На самом деле мы обещали сказать В каких школах учатся наши дети Они, конечно, не в каких школах В школе жизни Жизненная школа Антона и Юлия Питайкина Они учатся в школе жизни В семье блогеров Постоянных переездов Что они умеют? Они умеют фотографироваться Стоять по струнке ровненько Когда говоришь фотографируемся Не все дети это умеют, между прочим Они умеют смотреть мультики В тишине В тишине во время съемок Они умеют восхищаться А кто сегодня с нами сидит Пока мы снимаем А когда следующие съемки Кто с нами будет сидеть Но для себя мы Мы, по крайней мере, на данный момент Выбираем, естественно, между христианской школой И семейным образованием Мы не рассматриваем Светское образовательное учреждение По крайней мере, на начальном этапе Там садик и школа Если брать сложность Все-таки, как кажется В начале о семейном образовании Я готова нести эту ношу самостоятельно Если у меня выбор между семейным образованием И общеобразовательной школой Ее я не рассматриваю Но от слова совсем Как говорит наш младший сын Это, конечно, вызов большой Потому что, действительно, вся семья вовлечена Вот еще у нас есть интервью с семьей Проваторовых Ссылку оставим в описании На это видео Мы там тоже много говорили о семейном образовании Потому что их дети также на семейном Но уровень моей сейчас тревожности, что ли И мыслей о будущей школе настолько велики Что путешествия Путешествуя в разных странах Я влюбилась в одну школу настолько христианскую Что мы решили переезжать туда Чтобы сын просто учился в той школе Представляете? Только мы так можем, наверное Не знаю, может быть, еще кто-то Но у нас, действительно, есть такие мысли Посмотрим, как с этим все будет Но, во всяком случае Или семейная, или христианская школа Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok